Алла Барсякова всю жизнь проработала инженером. Говорит, как вышла на пенсию, не знала, чем заняться. Решила посвятить свободное время английскому языку. Учила 7 лет. После решила стать наставником и для своих друзей. Сегодня у нее уже несколько групп. Я продолжаю до сих пор еще изучать язык. Остановиться невозможно, потому что изучить это немыслимо, чтобы освоить его в столь короткий срок. Люди изучают там школы, институт, общаются с носителями языка. Когда ты видишь, что люди чего хотят, и ты, в общем-то, уже знаешь, как это помочь, и в то же время быть одновременно и учителем, и учеником, это так здорово. Чем больше ты повторяешь, тем лучше ты узнаешь. Как бы это ни звучало парадоксально, проект «Активное долголетие» довольно молодой. Стартовал он в июне 2023 года, но сегодня в него вовлечены все муниципальные образования. На 400 площадок предусмотрено больше 600 мероприятий по 15 направлениям. Что они делают? Это мастер-классы по изготовлению пирогов, по плетению из бересты, по изготовлению игрушки из шерсти, по росписи керамических изделий. И даже сегодня, вы смогли убедиться, у нас было столько удивительных площадок, где сами жители, которые раньше пришли к нам просто как участники, а сейчас они сами стали зачинателями, организаторами площадок. Одна из таких площадок – мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Изготавливают их в комплексном центре соцобслуживания. Также здесь плетут маскировочные сети, в общем, активно помогают фронту. Мы готовим только лишь бумажные заготовочки, вот в таком виде, вот. А парафином заливает церковь, Тканищево, Преображенская церковь заливает парафином. У них специальная плавильная установка есть. Ну и вот все стараемся сделать для нашей победы. Всего в клуб активного долголетия входит больше 600 долголетов, как они сами себя называют. Возраст разнится. Нижняя планка 55 лет, верхний – нет. Однако авторы проекта уточнили, что в регионе есть несколько истинных долгожителей, которым больше 90 лет. И они вполне себе активные участники клуба. Повышают компьютерную грамотность, изучают английский язык. Порой даже ни в чем не уступая детям и внукам.